Всем привет! Добро пожаловать на канал в поисках Итана Картера! В самой-самой... Не знаю, как это сказать... Значит, вот той самой месте, в самом низах, скажем так, я оказался, и мне здесь предстоит разгадать некую загадку. Итак, я нахожусь там, где намалеван этот крестик, и мне нужно оббежать все эти коридоры, все локации, чтобы попасть в этот огромный зал. Там находятся вот эти вот ворота. Эта ачивка будет называться The Curse of the Sea, I think. Вот. И именно её я постараюсь показать вам, как получить. Значит, для этого нам нужно исследовать эту локацию и находить некие трупы. Свечи. Как всё... Огонь очень классно нарисован. Действительно, очень натурально. А вот всё остальное... Ну, как-то не очень. Так, тут надо аккуратненько... Во! Ой-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, кто у нас там? У нас заметил? Нет, прошёл мимо. Хорошо. Это нам на руку. Итак, это самая атмосферная часть этой игры. Значит, здесь, в принципе, погибнуть как бы невозможно. То есть, вот этот вот гад, который здесь встречается вам по пути, он будет всего лишь вас, скажем так, телепортировать в начальную точку. Но очень страшно. Такое заставляет иногда вздрагивать. Итак, я... Нос уже отпал. Итак, нам нужно собрать их пять штук. Следить за вот этими полётами никакого смысла нет. Они сами знают, куда лететь. Тут главное обращать внимание, где этот гад тут тусуется. Такс. Обращать внимание на вот эти вот фонари. Тихо. Куда он идёт? Нет, не сюда. Исчез, кажется. Нет. Вроде там. Вот он уходит. Главное, что он не обернулся. Хорошо. Пока он ушёл, можем здесь осмотреться. Так, я нахожу ещё один трупак. Два. Теперь нужно сближаться как-то ближе к центру. Так, карта, это всё замечательно. Чтоб не было такого, чтоб по кругу бегаю. Ага, вот ещё один. Три. Так, тут ничего нет. Пролетело мимо. Так, где это я? Практически на входе в... Вот это вот место. Такс. Ну, я позволю... Позволить... А, кстати, вот эти вот трупаки находятся возле таких вот... Ну, как-то сказать... Подпорок, да? Очень часто вот... Как только встречать такую подпорку, где-то тут рядышком трупак. Вот. Ещё один. Так, который уже... Ещё, наверное, один где-то остался. Воу-воу-воу-воу. Куда это он там? Топит. Так, проходит мимо. Заметил? Да, заметил. Свалил. Есть ещё один. Так, ну и надо, наверное, поддаться, что ли? Чтобы уже показать всю атмосферу этой игрушки. Первый раз, когда на него действительно натыкаешься, это очень атмосферно. Так, надо найти трупак. Труп. Да уж, когда игры начнут запахи передавать. Так, хорошо. Здесь я и этого нашёл. Хорошо. Так, кажется, где-то здесь я поворачивал. В ту сторону, да? Где я тут вообще? Тут я был. Уже видел эту карту. Кажется, я действительно начинаю кругами тут. Так, ну давайте посмотрим, сколько я всё-таки их нашёл. Итак, ещё один всегда лежит вот здесь. Вот эти ворота. Из каких-то звёздных врата, в общем. Действительно, у меня только такая ассоциация. Что мы находим? Какую-то вот записку с какими-то непонятными символами. Кстати, можно обратить внимание, первый символ, да, вот который горит. И последний. Они дают вам подсказку, что... Ну, какие символы действительно нужно подставить на то, чтобы... Открыть эти врата. То не мертво, что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порой умирает. Он гнил, когда был молод Вавилон. Бог знает, сколько эр он продремал. В земле, где наших заступов металл. И сплит его гранитных высек звон. We opened the gate. The gate of old. Он не умирает, но бесконечно жив. It's guardian eyes have a long-grown cold. The name of our God. Our truth, other key. Имя нашего Бога, наша правда, наш ключ. He is that which is which should not be. Он то, что не должно быть. Так, ну, пойдем посмотрим. Итак, первый какой-то загнутая такая улитка. И последний... Как это, голова мамонта. Где? Вот это вот. Что-то такое. Раз, два, три, четыре, пять. Кого-то я не нашел. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Ну, да, не важно. Я не хотел бы затягивать серию. Показывать, что, где, кто, как, почем. Итак, вы должны найти шесть трупаков. Они вот стоят на определенных символах. Первый начинается всегда вот этот. Последний заканчивается... А, его, кстати, я не нашел. Вот здесь вот должен был, по идее, стоять. И вот здесь. Ну, да, в принципе, не важно. Итак, треугольник, треугольник улитка, Z-круг, Z-квадрат, как-то хрень называть, понятия не имею. Какие-то ромб и пиктограмма. Так, давайте открывать. Коснуться. Первый... Вот мы вот так вот вверх-вниз переключаем. Значит, вот это вот улитка. Это треугольники. А где она тут? Нет, не то. Вот она. Ну, спонтам улитка. Где он там? Вот он. На треугольнике. Следующий у нас идет ромб. Это вот эта вот хрень. Где она там? Не то. Похоже, да? Похоже. Следующий у нас идет пиктограмма. Это какой-то крестик с какой-то хренью. Так, вот он. Похоже? Вроде да. Далее у нас идет кружочек. Это Z. Похоже? Ну, что-то такого, типа. Далее идет квадрат. Где у нас этот квадрат? А, вон. Стоит на Z. Такс. Вот еще одна Z. И последний треугольничек. Ну, скорее всего, он бы стоял вот там вот, в конце. То есть, это морда вот этого... Как его там? Ну, это... Подсказку дает сама... Как ее? А, вот я собрал. The gate is open. И суть... Как я понял вообще, если спящий проснется, весь мир окажется под водой. Вот так вот. Вот он, этот спящий. То есть, начнется снова потоп. Нас, блин, нахрен потопило. Ну, мы можем дышать. Кажется. Осьминог. Кальмар. Какая-то неизвестная такая тварь. Точнее, ее просто какие-то пару щупали. Самой тварей не видно. Вот он, спящий. У нас спящий не очень... Ну, может, храпит просто. Такой вот у нее храп. Так, хорошо. То есть, нас... Нам показывают, скажем так, что произойдет, когда спящий проснется. Весь мир окажется под водой. Все. Исчезнет, умрет и... Начнется водный мир. Итак, мы находим записочку. Читаем. The Curse of the Sea Thing. Также называется эта ачивка. Видно, как пятна здесь просто. Вода размыла чернила уже. Можно почитать. Проклятие неведомого из глубин. Чего? Некрономикон. Энохианский некрономикон. Горные шахтеры, наконец-то, нашли его. Однако, не все хотели исполнить ритуал призыва Гнайха, неведомого из глубин. Один из шахтеров понял, что ритуал приведет к затоплению всего мира. И у него не было выбора, кроме как атаковать остальных шахтеров с помощью магических осколков. Эль... Эльтауна. Эльтауна. Господи. За это Гнайх проклял шахтера, который обречен навеки бродить по шахте и запрещать другим вызывать неведомого из глубин, обрекающего мир на затопление. То есть, вот того вот шахтера мы встретили, который обречен навеки бродить по шахте и запрещать. Да. Называется, один хотел показать. И прошел. И чем ты тут занимаешься? Дэйл. Чтоб не говорить твоей матери. Итак, проход закрывается. Багонетка на месте. Получаете вы вот эту вот ачивочку. The Curse of the Sea, I think. Я думаю, подробно описал. А то, что случится, если он вас схватит или заметит, это пусть каждый уже пройдет и посмотрит, как это будет выглядеть со стороны. Думаю, это будет небольшим сюрпризом. Так. Куча записок. Дэйл, забери свои шмотки из нашего подвала и выбрати их на помойку. Мне так надоело постоянно натыкаться на эти пожитки в своем подвале. Если не заберешь вещи, то я их сожгу. Без шуток. Вот так вот. Что у нас здесь? The Curse of the Sea, I think. Это мы уже читали, смотрели. И... Мистер Дэйл Картер. Old Ogden Road, Red Greek Wallet. United States Patent and Trademark Office. Вот такая вот. Так, ну что ж, посмотрим перевод. Запрос о разъяснении. Дорогой мистер Картер, патентное ведомство в Соединенных Штатах Америки получило ваше письмо от 27 января 1973 года, в котором вы просите разъяснение по поводу предложенного вами патент на троллевале такого-то. Отклоненного нами, как мы выяснили в нашем предыдущем письме, ваш патент нарушает права уже существующего патента. За последние 16 месяцев через реестр прошло более 50 ваших патентов, и ни один из них не был принят. И каждый раз вы ставите под сомнение наше решение. Сообщаем вам, что все существующие и будущие ваши вопросы мы считаем официально закрытыми. Вот такое немилостивое общество. Патентное. Ну что ж, оставим это в покое. Здесь мы разобрались. Покатили! Что-то он как размывает. Не знаю, это специально сделано или нет. Оставляем позади эту пещеру. Свет действительно приятный и аппетитный, скажем так, нарисован. Красиво. Вот, то есть блики разные. Проливается, если это видно. Но текстуры этой пещеры оставляют желать просто лучшего. Ни песка, ни какого-то, я не знаю, грунта, ничего. Сплошной камень. Как в жерле какого-то вулкана. Так, стой, 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 стой. Спрыгиваем на ходу. Моя остановка. Тебя оставим здесь. Спасибо, помог. Так, когда я первый раз встретил вот эту локацию, я абсолютно не мог понять, чего тут делать. Зеленая какая-то жижа, все кипит. Оказывается, это тут химическая просто реакция. Тоже не особо хочется. Я уже и тут по этим лужам наступал. Думал, может здесь тоже какая-то головолка. Но ничего подобного. Просто нужно пройти мимо. Итан, он как бы подсказывает, куда нам стоит отправляться, что нам нужно делать и как все-таки его искать. То есть, если вот так вот проходить сюжет. Пузырьки, конечно, не очень. Абсолютно никак. Пар так себе, а пузырьки вообще никак. Абсолютно какая-то бесформенная масса чего попала. Так, ну да ладно. Это мне суть важна. Он не хотел чего-то там, не успел прочитать. Хорошо. Ну что ж, мы спустились в самую-самую низину. По другую сторону, значит, дамбы. В самом начале, вот этот дом, по-моему, этого мага. Вот там вот мы начинали этот путь. Оттуда где-то любовались вот этими видами, что здесь. И теперь наш путь предстоит вот сюда. Здесь у некоторых игроков возникли трудности, как перейти вот эту дамбу. То есть нужно обращать внимание на вот эти вот, как бы, казалось бы, да, лесенка. А перейти фиг там. Я дальше покажу, конечно же, как это сделать все. Мы зайдем пока посмотрим, что тут интересного. Итак, новая головоломка. Нас ожидает. Но это я оставлю на следующую серию. Пожалуй, тоже, чтобы не портить, возможно, кому-то впечатление. На этом моменте я закончу. С вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.